Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Позволит ли Дилан Берану приблизиться к ней? Будут ли у Берана и Дилана проблемы в Мардине? Как госпожа Сабиха спросит Дилана о его матери? Кто победит в битве, за выход из которой борются Джевдит, Сейтбей и Ханифе-Ханифе? В чем проблема Дживахира с Бараном? Как отзовется в особняке новость о свадьбе Феррата и Гуля? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы считаете, что Дилан и Баран теперь должны жить как нормальные женатые люди и все зло Дживахира и Хасана должно быть подальше от них, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! В последнем эпизоде они так сблизились, что мы думали, что они будут вместе. Но я думаю, в этом эпизоде Дилан перестанет убегать и захочет быть принадлежавшим Берану. Мардин очень понравился нашему Дилбар. Они оторвались от всего и всех, нашли себя и узнали больше друг о друге. Этот отпуск, который для Барана и Дилана почти как медовый месяц, завершится на этой неделе. Однако я думаю, что Баран каким-то образом узнает, что Хасан следит за ними и очень разозлится. Когда он вернется в особняк, он попросит Хасана отчитаться за это. Другими словами, Барана, отдохнувшего во время этого праздника, ждут трудные дни. Госпожа Сабиха буквально умирает от желания воссоединиться со своей крайне нетерпеливой дочерью Дилан. Как только они вернутся из Маридна, он приедет в гости к Дилану, чтобы разобраться в этом. Поскольку впоследствии он не может спросить напрямую, он попытается узнать это косвенно, спросив о своем детстве. Дилан был бы рад, если бы он узнал и рассказал об этом, но есть большая вероятность, что он не расскажет, потому что боится, что кровная месть начнется снова, когда племя узнает, что Дилан усыновлен. Если начнется кровная месть, Хасан может захотеть убить Сеетбея или Джавдета, не теряя времени, чтобы скрыть, что это он убил его тетю. По этим причинам Дилан захочет продолжить свои секретные исследования, чтобы защитить их. С другой стороны, Джавдет и Сеетбей очень злы на Ханифе, Ханифе и Цеврии. Джавдет также расстроен тем, что Ханифе, Ханифе и Цеврии делают что-то за их спиной и что дети рискуют упасть. Хотя госпожа Ханифе обеспокоена тем, что если они услышат об этом, они не оставят ее в живых, Джавдет и Сеетбей также доверяют словам Дилана и Барана. Но в результате они продолжат исследования, чтобы найти мать Дилана, никуда не направляясь. Господин Джавахир имеет настолько сильную власть над Бараном, что окружит его со всех сторон и заставит совершать ошибки. Сначала он испытает Барана своим имуществом, а потом захочет испытать его жизнью и близкими. Причина появления перчатки на его левой руке заключается в том, что в прошлом Баран косвенно причинил ему вред, непреднамеренно или неосознанно, и Джавахир становится его врагом. Хотя Баран знает об этой враждебности, об этом знают все, кто выступает против него. И одним из тех, кто облегчает эту работу, является его родной дядя Хасан. На самом деле, если Барану удастся увезти Хасана из особняка, он сможет избежать многих опасностей. Давайте поговорим о других сумасшедших любовниках из моей серии «Они наконец-то исполнили свое желание». Но их ждут очень трудные времена. Он много пострадал, особенно от госпожи Гули Азади, и будет страдать дальше. К счастью, все в особняке, кроме Гэжи Азади и Хасана, будут с ними и поддержат их. Как только они объявят об этом, люди в особняке впадут в короткий шок, и прямо за ними повысится голос госпожи Азади, и мы услышим ее оскорбление. Но никого, особенно Ферата, не будет волновать то, что он говорит. В то время как господин Кудрет будет рад и поздравит их, госпожа Кадер будет счастлива, потому что ее дочь счастлива, но она будет ждать, пока госпожа Азади уйдет, чтобы поздравить их. Потому что она боится госпожи Азади. Когда Бэрон и Дилан услышат это, особенно Дилан будет очень рад. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok